Вы только посмотрите на этот пак. Набор с нападающим кумиром. Вы только вдумайтесь, сколько классных кумиров FIFA 21. Ну и примерно столько же ребят, которых не хотелось бы видеть в этом паке. Да, я забайтился и все-таки решил собрать эту сборку, на что не пойдешь ради контента. И приурочить я решил это событие к моей новой рубрике. Как вы знаете, новая это хорошо забытое старое, и сегодня я попытаюсь возобновить свою старую рубрику состав на удачу. Наверное, некоторые олды помнят ее. Я брал какого-то условного крутого игрока, покупал его на трансферном рынке, доставал их с пака. И вокруг него я на трансферном рынке рандомно покупал игроков. Не знаю, как обычно, сколько проживет эта рубрика. Все будет зависеть от вашей поддержки. Если увижу активность в виде 15 тысяч лайков и каких-нибудь классных комментариев, то постараюсь на регулярной основе пилить данный контент. Про рубрику с донатами я не забыл. Вы уж не подумайте, просто сейчас тот с хайпом, я как-то вот не успеваю все это делать. Поэтому рубрика с донатом тоже будет. Более подробные правила я опишу уже впоследствии, когда начну собирать состав. А сейчас момент истины. Я открываю пак с кумиром. Не буду сразу себе портить впечатление о том говне, который мне упадет, потому что я особо ни на что не рассчитываю. Поэтому я вот такую вот плашку придумал, и будем понемногу просматривать его статы. Все, ребята, кумир открылся. Как обычно, немного переживаю. И давайте посмотрим его первый показатель. Это физподготовка 72. Уже мало хорошего я в этом вижу. 74 сила всего лишь. Тут срань в том, что вам может также упасть и миддл-версия кумира. Это, конечно, тупняк полнейший. Хотелось бы, конечно, видеть исключительно прайм-момент. 90 игра головой. То есть этот парень, который умеет прыгать и бить головой. Не самый лучший показатель, скажем честно. Собранность, дриблинг. Ну, вроде все статы такие средненькие. Окей, но не вау. Что-то у меня плохое предчувствие, ребята. 88 дриблинг, передачи 78. Статки прям очень средние. То есть это уже не какой-то там Меусебио. Боже, это кал. Скорость 86. Пизда. Кто это? Рауль. Блядь! Ооо, когда это кончится, блядь! Ну, столько форварда в моменте. Праймом, блядь! И это Рауль, блядь! Даже не... Не Прайм, блядь! Это ведь миддл-версия его, да? Друзья, сегодня пассажер сыграет против Манчестер Сити. У моих спонсоров из компании OneX. Для вас есть классные коэффициенты выплаты. Практически на все платежные системы. Регистрация в один крит без паспорта. Ссылочка будет в описании. Или же можете просто перейти по моему QR-коду. А если вам нужны монетки, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Третий или четвертый раз у меня падает 150 тысяч. Ладно, ребята. Собственно, теперь поехали к правилам. Выбираем изначально рандомную схему. Я кручу-верчу. Запутать хочу. Раз, два, три. Эта схема у нас будет 4. 1, 2, 1, 2. Ну и, собственно, под него я пытаюсь собрать тематический состав исключительно с трансферного рынка. Он играл в Реал Мадриде. И давайте конкретно сегодня это у нас будет Ла Лига. И начнем сразу же с Вратаря. Давайте посмотрим. У нас будет на воротах играть Лунин. Не. Окей, хорошо. Первый игрок в нашем составе. Дальше идет у нас центральный защитник из Ла Лиги Пау Торрес. Блин, практически был Милитао. Следующая позиция. ППшник. Хотя бы один классный игрок будет. Это будет Кэрея. И с вашего разрешения я возьму его ТОЦ-версию, которую я выбивал до этого. Я надеюсь, что никто сильно не расстроится. Вот она у меня есть. Дальше у нас идет опорник. Ди оп. У еб твою мать. Ди оп, ребята. Ди оп. 41 пейс. Так, следующая позиция. Это у нас ЛЗшник. Смотрим. Олаза. 76 пейс. Тоже не очень хорошо. Блин, одни говнори падают. Что за кал? Может какое-нибудь правило сделать, чтобы там с какого-то прайса все шло? Потому что, смотря сейчас на этот состав, рассчитывать особо не на что. ЛПшник из ЛА Лиги. Смотрим. Лимар. Ну, это уже куда не шло, хотел бы я сказать. Но увидел его скорость 80 и понял, что тоже ничего хорошего мне не светит. Так, позиция Цапника. Смотрим, кто здесь. Фикир. Хм, у Фикира вроде какая-то спешл карточка есть. Опять же, с вашего разрешения я возьму эту карту. 142 тысячи стоит Фикир на данном этапе. Это, конечно, дохера, как мне кажется, для такой не самой крутой карты. Посмотрите на эти статы. Давайте какого-нибудь Серхио Рамоса хотя бы я вас прошу. Смотрим. Кико Оливас. Почти был Габриэль Полиста, но это Кико Оливас. 51 пейс. 51 пейс, ребята. Это что-то какой-то пиздец. Дальше у нас идет позиция ПЗшника. Смотрим, что здесь нам игра предложит. Рубен Пенна. Второй нападающий, который будет бегать вместе с Раулем. Давайте узнаем, кто же это будет. Ишак. У Ишака тоже есть спешл карточка. И, пожалуй, в данном случае я тоже возьму его с Петти Алкартио. Стоила она не очень дорого. Всего лишь 40 тысяч. И, собственно, вот такая вот тима у нас получается на первый выпуск. Правила довольно-таки просты. Конкретно на текущие выпуски я должен буду забить 3 Галешника за Рауля. Либо я к Викцелю или отправляю его в какой-нибудь СБЧ. Очевидно, мы будем много пропускать. Но надо будет постараться забить за эту карточку минимум трешку. Во втором дивизионе будет сложно, но я попробую. Ну и вот, собственно, вы увидели правила. Вы увидели, как работает эта рубрика. Если вам понравится движуха, опять же, поддержите лайками и вашими комментариями. Так, ну и, собственно, давайте смотреть на состав нашего соперника. Отлично. Отлично. Направим Зидана в моменте Драгба. Ну и в целом состав, конечно, ебейший. Да, ребята, первый выпуск, конечно, получается у нас сложным. Я, может быть, как правило, потом пересмотрю в качестве подбора игроков. Потому что, ну, играть таким вот разъебанным составом, имея не самую лучшую карточку в атаке, это, конечно, грустненько. Конечно, по-хорошему, наверное, стоило бы сделать правила победы. А-ля, если я проигрываю в одном из двух матчей, то я Квикселю. Но тогда Квиксел был бы очевиден, потому что я играю во втором дивизионе. И вот первый гол залетает нам. Да, начало максимально позитивное. Вот поэтому, собственно, я такое правило и не делал с самого начала. Да, полный кал, ребята. Полный кал. Лунин тащит. Давай, фикирный. Фикирный на Рауля! Рауль! Гол! Рауль забивает! Отлично! Я воспользовался своим единственным шансом в этой игре. Охренеть! Один гол есть! Еще двушечку каким-нибудь чудом забить. Не пускать, не пускать. Пожалуйста, не пускать без киков. Хорошо, пена! Пена! Молодец! Ой-ой-ой, Диоп! Каким-то чудом останавливает этот мяч. Надо дать как-то на Рауля. Рауль, откройся! Рауль, ты где, блядь, Рауль? Вот он! Блядь! Я по Карауля нашел мяч у него! Сука! Я должен был забить сейчас! Отбери и пау! Да ничего я не делал! Он сам упал! Ну давайте гадать, я думаю, по центру. Нет, это он влево ударил. 2-1. С центра поля, ебани! Ну, чуть ниже бы, блядь! И это был бы гол. Ничего-ничего, рано или поздно я забью. Интересно, о чем подумал мой соперник, встретив такой склад во втором дивизионе. Наверное, подумал, сейчас будет изи разъеб. В принципе, что и получается. А нет, нам повезло, Кулушевский. Дай бог тебе здоровья. Как-нибудь... Блядь, какие они все пассивные! Вторая перекладина, друзья! Что, блядь, происходит? Я не знаю, видимо... Гандикапыч подрубился? Я не знаю, просто у соперника 2 атаки, 2 штанги перекладины. Давай, 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 давай! Отлично! Да, блядь! Гол! Я забил каким-то хуйом! Боже мой! Как-то из-под игрока, что-то потолкавшись там, блядь! Как я забил! Рауль дубль оформляет! Бог ты мой, каким говном мы играем! Тем временем, киков на меня сейчас залетит, скорее всего. Блядь, так долго пытаться забить, чтобы пропустить такой кал. Ну, попытаемся сделать что-то невероятное. Ух! В створ шло, ребята! Блядь, что здесь делать? Я хуево знаю, что здесь делать. Лунин тачит! Охренеть! Что за матч бешеный? Ну, вот вам и божьте. Ладно, так или иначе, мы 2 голешника забили, и в next match мне нужно забить... Все, вот она, все, 1 гол? Блядь, вообще без вариантов. 5-2, я в концовочке, конечно, поплыл уже, все. Все, друзья, на этом матч у нас заканчивается. Естественно, мы его проиграли. Рауль 2 голешника сделал. Ну, и переходя к нашим колешам зоны, ребята, не забывайте про мой промокод PANDOS. Он поможет вам на старте. Так, второй соперник. Что? Что? Что, блядь? Пиздейшн. Криштиан Роналдо красный, Бруно Фернандо Штотти, Айусебио, Видаль, Месси, Зан... Это пиздец, блядь. Сейчас будет счет 10-0, чувствую. Иди, оп. У Криштиана Роналдо мяч отбирает. Ребята, все не так уж и плохо. Вы только посмотрите. Опа! Блядь, ну здесь нет Рауля, поэтому, поэтому и похуй. Я вот так вот сделаю. А вот Рауль! Блядь, а вот я автоблок, блядь. Так, вот вам и Саламалейку. Подходит Месси к мячу. Пиздец. Ладно, понятное было дело, что забьет он немного. Но сколько забью я? Вот в чем вопрос. Ишак! Ишак! Кикофную никто не отменял. Каким бы сильным у тебя состав не был, бро, кикофная есть кикофная. Мы забили гол, мы уже не проиграли. Подача на Ишака! Ишак! Ребята, Ишак! Что творит Ишак? 2-1. Вот оно, мое секретное оружие, которое до сих пор лежало и не стреляло. Так, Криштиану, красный Криштиану. Боже мой! Какие же страшные люди у него в атаке, ребята! Пиздец, какой сильный удар! 2-2. Диоп! Какой же лучший! Держать, держать, держать. Хорошо, Пеня, блядь! Мы кое-как, кое-как, ребята, обороняемся. Изо всех сил пытаемся что-то продемонстрировать против этой ебейшей команды. Посмотрите, я не могу два пасса связать, ребята. Это крайне сложно. Просто поверьте мне, блядь. Ну что, друзья, у меня остался всего лишь один тайм на то, чтобы Рауль забил гол. Диоп, блядь, Диоп какой-то ёбный-то. Он реально отборы крутые делает. Если вот им не двигаться особо, а пытаться вот чисто перехватывать, он прям неплохо всё делает. Вот, смотрите, опять Диоп. Что это за монстр такой? Что делать, что делать, друзья? Давайте попробуем. Давай, давай, на Рауля. Рауль, как-нибудь. У тебя там игра головой охуительная же. Ну, Рауль. Блядь. Ну, Рауль. Блядь, шмейхи. Господи, мы могли сейчас забить. Просто могли сейчас забить и закончить. Рауль. Играйте всегда до конца, ребята. Никогда не сдавайтесь. Рауль, забивай практически на последней минуте и 3-3 против такой ебейшей команды. Соперник нажимает на паузу, естественно, потому что наверняка у него там пригорело. Мне кажется, сейчас соперник пойдёт ол-ин, потому что проиграть в такой команде, как у меня, с его составом, это прям удар по морали, мне кажется, серьёзнейший. Блядь, вот и свеженькие игроки. Лозаныч. Блядь, Лунин. О! Пиздец, ребята! Что происходит? Что происходит, блядь? Называйте это гандикапом, жопокапом, чем хотите. Но факт того, что я играю в ничью с таким составом, меня пиздец, как, конечно, воодушевляет на светлое будущее. Всё, свисток, ребята. Я сыграл в ничью против такой команды. Это пиздейшн просто. У меня Диоп в опорке, Торос, Аливас на ЦЗ, Пена, Алаза. Кто, блядь, все эти люди? Ну вот и ради таких эмоций, наверное, и стоит возобновлять такие рубрики, смотреть на что способны не самые, казалось бы, сильные карточки в этой игре. Ну и по итогу, что я хочу сказать. Составчик меня приятно удивил. Во втором матче уж конкретно точно. Вот на что я мог рассчитывая, играя вот с ЦЗшником со скоростью 50, опорником со скоростью 41, хотя при этом этот опорник даже какие-то отборы делал. Фикирчик дал 2 асиста, у Ишака 2 голешника, а у Рауля 3 плюс 2. Наверное, не самая плохая статистика для второго дивизиона. Играю, опять же, вот с таким вот сквадом. Это прям было достойно. Надеюсь, и вы по достоинству оцените этот видос, оставите комментарий, поставите лайк и напишите, как вам вообще данная рубрика и стойко ее продолжать. С вами был я, Панглс Фиксович. Спасибо, что смотрите меня и всем хорошее настроение. Чао, какао.